Смотрите, есть некая улитка, есть там внутри крыльчатка компрессорная и есть выход для воздуха. Ребята, всем привет! Сегодня мы начнем оживлять вот этот турбореактивный агрегат. Всё в нём прекрасно и всё у него есть кроме одного. У него отсутствует стартер и именно поэтому я до сих пор не смог его запустить. Хотя смотрите, как тихо и нежно крутятся подшипники. Их даже можно сказать, что и не слышно. И в связи с этим я надеюсь, что и сбалансировка здесь всё будет супер. А вообще к чему это я? Если всё будет действительно так превосходно, как я вижу, если он классно будет работать без вибраций, у него ещё гигантский ресурс около 14 тысяч часов, то мы его друзья куда нибудь установим. У меня уже даже есть небольшие задумки по этому поводу. Штука будет просто роскошная. Так что присаживайтесь поудобнее, наливайте чай, берите бутеры. А я начну потихонечку вам рассказывать, как я буду внедрять сюда электростартер. Потому что без него запустить не представляется возможным. Когда-то этот газотурбинный двигатель был пускачем для запуска больших реактивных двигателей и запускал он их с помощью избыточного воздуха, который можно извлекать из вот этого отверстия. Смотрите, есть некая улитка, есть там внутри крыльчатка компрессорная и есть выход для воздуха. У меня уже есть некий подобный агрегат. Я его потихонечку здесь тюнингую, наворачиваю, добиваюсь более простой работы и в принципе у меня все получилось. Но использовать его для каких-либо самоделок не представляется возможным. Слишком большой агрегат. Да и фишка в том, что я его решил использовать для неких стационарных испытаний. А так как у меня имеется еще и вот такая штуковина, пришли мысли сделать на его основе некий движитель, который мы установим, может быть, даже на двухколесную технику в будущем. У меня есть очень крутые детали, трансмиссия и ременные передачи Харлеевские. Может быть, я как-то замиксую вот это все в единое целое. Но для начала нужно определиться, как оно будет работать и будет ли работать вообще. Работы, как вы видите, идут. Даже если ничего не показывается, вот видите, патрубок с крышкой уже приварен. Потому что запускать нужно с закрытым отверстием. Также есть вот некие цифры. Это я заказывал шестеренки, потому что точно не мог посчитать на 29 или на 28 здесь зубов. Но в конце концов, вот они все эти шестерни у меня. Я уже собственно определился, что буду делать дальше. Решил почти во всех самоделках перейти на модуль 1, чтобы можно было гигантское количество шестерен организовать, заказать там, найти и так далее. И их можно было легко коннектить друг с другом. Сюда в это отверстие, как выяснилось, подходит шестерня с 28 зубами. Я заказал несколько различных вариантов различного качества, так сказать. Также и это вполне естественно, был заказан двигатель, наиболее подходящий для целей раскрутки. Это будет маленький двигатель на неодимовых магнитах. Я надеюсь, он не перегорит и у него хватит мощности для раскрутки. Я рассчитал где-то на 25000 оборотов, чтобы он набирал при 25 вольтах. По-хорошему такого количества оборотов должно хватить. Хотя там есть редуктор немножко повышающий. Их может быть до 30000. Я там плюс-минус всё примерно просчитывал, высчитывал. Он здесь хитрой конструкции. Используется сразу две шестерни. Мы будем цепляться за вот эти крайние зубы. Такая конструкция подходит для высокооборотистых агрегатов, потому что отжатие одних зубьев компенсируется прижатием другим. С выбором наиболее качественной шестерни я пока не определился. Но уже могу показать вам, как это работает. Потому что одна из шестерен подходит на вал этого двигателя. Если вот так поставить, то мы можем вручную попробовать толкнуть ротор турбины. Так как внутри вон там плещется масло, то изобретать всё-таки придется. Просто так не притулишь сюда электродвигатель на кронштейне. Да и вообще хочется, чтобы отсоединялось. Потому что если всегда электромотор будет крутиться, мне кажется, долго он не протянет на этих оборотах. У меня уже всё готово и сейчас мы обязательно попробуем. Видите, как плотно входит в отверстие. И там оно должно зацепляться. Так что цепляю на регуль. Движок сконнектился. Очень-очень мягко работает. Нет даже малейших вибраций. И очень тихо, только ветер идёт. Ну всё, я готов. Ого, жёстко стартует. Да, мощь, конечно, адская здесь. Интересно, будет ли запускаться он при такой мощи? Конечно, это просто зло. Движок уже поднагрелся. Регуль холодный. Ну давайте ещё раз попробуем. Если руку не свернёт, то постараемся выйти на минимальный режим. Надо как можно жёстче. Не хочет, видите. Не стартует, как всегда. Трясётся всё. Зацепилась, пошло. О, на разгон пошло, ребята. Очень легко позиционировать. Ничего никуда не выстреливает, не выскакивает. Как-то самоцентрируется, что ли. Прекратил разгон, потому что стало очень горячо руке. Возможно, всё-таки он немножко не дотягивает по мощности. Интересно, какие были обороты. Скорее всего, продолжу экспериментировать. Что-то меня не устроил вот этот вот тарахтящий разгон. Это сейчас оно тарахтит, потому что рукой амортизирую. А когда оно будет жёстко закреплено, оно вообще скорее всего не раскрутится от слова никак и от слова совсем. Есть у меня чем вас ещё удивить, друзья. Давно заказал вот такой гигантский шим-регулятор. Он на 200 ампер и не помню, насколько вольт. Но помню, что у него, по-моему, 5 киловатт. Это его нормальная работа. Также есть ещё небольшой электростартер. Есть ещё очень хороший реактивный вариант турбостартера. Пока что его не доделал, но когда-нибудь точно доделаю. Фишка в том, что у него есть уже готовый электростартер. Он уже подключен. Осталось накинуть провода и попробовать. Я надеюсь, что вам также как и мне очень интересно посмотреть, как же будет шим-регулятор отрабатывать такую мощь. Всё-таки через электронику электростартеры не часто запитывают. Но мы запитаем, друзья, и посмотрим. Провода дико грелись, когда я на аккумулятор запитывал. Такое чувство, что ещё секунд 5-10 и они расплавятся. Потому что когда электростартер раскручивается до безумных оборотов, крыльчатка очень сильно сопротивляется. И он начинает очень много жрать тока. Вот сейчас мы это всё и проверим. На этот раз не будет никаких резких ускорений. Соответственно резкого токопотребления. И теперь появляется возможность всё измерить. Кстати, хороший прибор, он месяц лежал у меня включенный. Сейчас только увидел. И не села батарейка, то есть он ушел в спящий режим. Так пошло дело. Что-то зашумело. Мотор закрутился, но еще в зацепление не вошел. Так пошел, пошел. Все, вошел. 63 ампера. Вообще нормально. Вот такой вот мощный шим-регулятор, друзья. Попробуем понабалтывать. Так что-то тут дребезжит. Надо поснимать все эти железки дребезжащие. Это же можно теперь и вибрации проверять получается. Какая роскошь только бы выдержал этот шим. Он очень дорогой. Чтобы двигаться пробудем, �� Garage. Иград bar. Сковоры открыты движения дисплей. Восuti внимание понятно. плавно стартовать. Эта штука работает, надо проверить другую. Проверю сейчас вот этот стартер, как же он работает. То есть у нас сейчас всякие такие испытания двигателей, чтобы понимать, от чего отталкиваться и как дальше конструировать. Всё-таки как классно, что сделали шим-регуляторы. И вот эта штука плавно, без всяких рывков будет стартовать. Единственное, что она, видите, гораздо больших размеров. БК двигатели поменьше немножко. Вот смотрите, ток 11 ампер. Сейчас я буду вал тормозить. Сопротивляется. До 34 ампер дошло. Набалтываю на всю, смотрим. Чувствую, что обороты большие здесь. Ток 13 ампер всего лишь. То есть без нагрузки оно как бы много не жрёт. Это плюс. Ну что ж, надо обороты всё-таки проверить как-то, какие здесь. Закрасил маркером ржавую часть вала. Сейчас разгоним по максимуму и посмотрим. Для начала чуть-чуть разгонщика. Показывает вообще что-то или нет? 4700. В принципе стоит верить. Судя по звуку, всё-таки 6 надо верить. Набалтываю на всю. Звук поменялся как-то. Звук поменялся как-то. В общем не понятно ничего. А кстати он тёпленьким стал. Дело в том, что стартеры используются кратковременно и они не успевают перегреться. Друзья, я думал, что я всё продумал. Оказывается нет. Я пробовал уже этот мотор. Он нормально раскручивал, немножко грелся. Видно было слишком холодно. Я не ожидал, что он так сильно будет греться и так плохо стартовать изначально. Всё-таки не хочется мне испытывать эти проблемы. В какой уже раз вы видите на моём канале, что я бьюсь об одну и ту же стену. Надо мне конечно заказать нормальный регулятор и нормальные двигатели с обратной связью. Но они всегда здоровые. Вот таких маленьких не бывает. Ну как они если и бывают, они слабенькие. Тогда уже лучше использовать вот это. Оно вообще безотказное, оно супер надёжное. Можно даже без шим-регулятора напрямую замыкать. И оно что зверь будет подключать и взрывать двигатель. Выходить на огромные обороты. Но выбор двигателя, ребята, это ещё не самая запара. Самая запара у меня как вот здесь всё законнектить. Шестеренки у меня есть, это очень хорошо. Закаленные, есть даже бронзовые. Я бы мог и сам сделать, вы знаете. Но я решил взять заводские. Их надо мне будет очень много в будущем, поэтому остановился на заводских. Но прикол в том, что там же масло. Я вам уже говорил. И как-то надо эту область изолировать, а вал должен выходить. И вот теперь я думаю, что мне делать дальше. Я уже тут опять же подготовился. Набрал сальников, хотел эту проблему решать с помощью их. Это вот СКФ хорошие сальники. Есть вот других диаметров. В общем на 12, на 10 и на 8 взял разных. И отечественные, и импортные. И хотел делать переходную планку здесь, плиту. Кстати, я тут уже кое-что начинал делать. Вот такое. Видите? И делать выход вала. Вал собирался самодельный делать, точить. Вот теперь я правда не знаю, как это потом все соединять. Намертво нельзя соединять, потому что выяснилось, что вращение этого вала на стартере... Хоть там и есть шестеренки, вроде как передаточные должны быть. Но я все проверил. Вращение точно такое же, как и ротора турбины. То есть это где-то 35-45 тысяч оборотов. Но не выдержит оно с теми маленькими подшипниками. Здесь вообще не понятно, что и есть куча вибраций. Мне кажется, вот этот он просто может разлететься от таких оборотов. Вот не уверен я, что это должно вывозить. Надо делать все-таки какую-то редукцию. Может быть здесь мне стоит плиту соорудить и двигатель вот этот, например, стартер. Ну или взять турбостартера вон тот черный и поставить его вот таким образом. А здесь, например, через ремень делать так, чтобы тут обороты были меньше, а здесь больше. То есть здесь маленький шкивок, а здесь побольше. И тогда здесь обороты будут меньше. И плюс я хочу сэкономить место. Потому что если делать вот так, здесь же будет еще какой-то механизм и редуктор, то оно уже начинает становиться здоровым. Мне бы хотелось более компактно сделать, потому что напоминаю, я эту штуку хочу использовать. То есть с ним я планирую не просто на запусках ограничиться, а сделать некую хорошо работающую спецтехнику. Если это можно так назвать, ну классную веселую технику, возможно двухколесную. Ладно уж, видео затянул немножко. На этом все, друзья. Постараюсь разогнаться и начать выпускать опять большое количество видео. Хотел я поточить сегодня, начать делать вал. Но не могу определиться, что делать, придется еще подумать. Так что у меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч. А еще, друзья, хотелось бы узнать у вас такой вот маленький вопрос. Как вы относитесь к тому, чтобы сделать, например, на вот такой турбине беспилотный летающий самолет? Ну или АИ-8 у меня есть. Он весит 70 килограмм, а этот весит 30 килограмм. Здесь где-то 60 килограмм тяги можно выдавить, а можно и больше, конечно. Ну а там можно 110 выдавить. Точнее я уже выдавил, можно и, наверное, и 130. Как вы к такому относитесь? Беспилотный летательный аппарат на тяжелой довольно-таки турбине.